Глава 5. Подзаголовок 3. Главные действующие лица и исполнители. Великий муфтий. Война арабов против евреев началась на заре XX века. ООП относит период становления палестинского национального самосознания и начала организованного противодействия еврейской поселенческой деятельности в Эрцисраэль к 20-30 годам XX столетия. И действительно, именно тогда арабские банды приступили к осуществлению кровавого антиеврейского террора. Экстремисты уничтожали умеренных представителей арабского общества в Эрцисраэль и отвергали все попытки достижения компромисса, исходившие со стороны евреев. В ходе этой кампании были убиты сотни евреев, однако ни один из доводов, используемых сегодня для оправдания арабской ненависти к Израилю, не звучал тогда в устах представителей палестинского движения. Не было тогда ни проблемы беженцев в кавычках, ни оккупированных территорий в кавычках, ни конфликтов по поводу конкретных контуров границы. Даже право на самоопределение в кавычках не упоминалось тогда в списке арабских требований. Более того, в 1947 году арабы отвергли предложение ООН, предусматривавшее создание палестинского государства на значительной части территории Эрцисраэль. Представляется очевидным, что исходная арабская позиция была продиктована категорическим неприятием еврейского политического присутствия на Ближнем Востоке. Одержимые ненавистью к евреям, арабские банды уничтожали всякого, кто осмеливался встать на их пути. Излюбленные мишенью бандитов были арабы, которые отказывались признать «исключительное право» экстремистов на «представительство общеарабского дела». С наибольшей ненавистью арабские радикалы относились к тем, кто верил в возможность компромисса и мирного сосуществования двух национальных общин в Эрцисраэль. Само упоминание о мирном сосуществовании расценивалось фанатиками как предательство. Пожалуй, самым заметным лидером палестинского движения до создания ООП был Хадж Амин-эль-Хусейни, верховный муфтий Иерусалима. Мы уже отмечали, что Хусейни был главным инициатором антиеврейских выступлений в Эрцисраэль в первой половине 20-го столетия. Именно он был организатором кровавых погромов в Иерусалиме Цфате Хевроне. Личность Хусейни занимает центральное место в пантеоне ООП. Невозможно назвать имя другого деятеля, оказавшего столь значительное влияние на идеологов Организации Освобождения Палестины. Статус полумифологических героев ООП обрели со временем такие приспешники муфтия, как Эмиль Гури и Абдель Кадер Эль-Хусейни. В начале 50-х годов, живший в Каире, Ясер Арафат использовал свое родство с муфтием. Он принадлежит к ветве Эль-Кидва семейного клана Эль-Хусейни для укрепления своего влияния в радикальных палестинских кругах. Арафат взял себе имя Ясер в память о Ясере Эль-Берахе, главе террористических отрядов муфтия в 30-е годы. Настоящее имя Арафата – Абдель Рахман. Самого муфтия Арафат неоднократно объявлял своим вождем и наставником. Так, например, в 85-м году на церемонии, посвященной 30-летию Бандунгской конференции революционных и неприсоединившихся стран в кавычках, лидер ООП с великим почтением превозносил верховного муфтия Иерусалима. «Я бесконечно горд следовать по стопам муфтия», – заявил Арафат. «Организация освобождения Палестины последовательно идет по пути, проложенному Хадж Амином Эль-Хусейни». Подзаголовок «Великий муфтий». «Что это за путь? И что в действительности представлял собой муфтий?» «Мы можем существенно обогатить свое понимание целей и методов ООП, задумавшись над явлениями того периода, когда происходило становление арабского национализма в Эрец-Исраэль. Именно тогда, в 20-е и 30-е годы, определились тенденция последующего развития ООП и личные судьбы руководителей этой организации, многие из которых выросли под сенью муфтия. Кроме того, мы увидим, что в период между двумя мировыми войнами определилось отношение арабских националистов к евреям Эрец-Исраэль. Хадж Амин Эль-Хусейни был назначен верховным муфтием Иерусалима в 21-м году. Британские власти возвели его на этот пост менее чем через год после того, как он был признан главным виновником погрома в старом городе Иерусалима. Подстрекательская деятельность муфтия привела к созданию банд, бесчинствовавших во время антиеврейских волнений в 21-м и 29-м годах. Следует, однако, отметить, что главными жертвами муфтия были не евреи, а арабы. Опираясь на финансовую помощь, полученную от нацистов и итальянских фашистов, муфтий при содействии своего главного помощника Эмиля Гури организовал кампанию по ликвидации умеренных арабских лидеров, землевладельцев, продававших свои наделы евреям и всех тех, кого он объявлял предателями. Сотни людей подверглись ужасным пыткам и были убиты по прямому указанию верховного муфтия. Вот свидетельство одного из исследователей этой эпохи. Несчастных не всегда убивали сразу. Иногда их захватывали и переправляли в горные районы, находившиеся под контролем мятежников. Здесь их бросали в ямы, кишащие змеями и скорпионами. Проведя несколько дней в такой яме, те, кто еще оставались в живых, представали перед судом мятежников. Их допрашивали и, как правило, приговаривали к смерти или, в знак особой милости, жестоко избивали. Террор был столь силен, что никто, включая улемов, ученых мужей и священнослужителей, не осмеливался должным образом похоронить умерших. Иногда это приходилось делать британской полиции. В других случаях трупы оставались на улицах по нескольку дней, причем в рот жертвы засовывался ботинок в знак позора и в поучение остальным. Конец цитаты. Целые кланы арабов, выступавших против политики муфтия, как, например, влиятельное иерусалимское семейство, на Шашиби, уничтожались, либо отправлялись в изгнание. Количество убитых палестинцев исчислялось тысячами, а 40 тысяч арабов были изгнаны из страны. К концу 30-х годов систематический террор экстремистов заставил замолчать представителей умеренных арабских кругов в Эрец-Исраэль. Когда в 1939 году по инициативе Великобритании ближневосточные лидеры собрались за круглым столом, чтобы определить будущее Палестины, старейшины клана Хусейни уже могли заявить, что они являются единственными представителями палестинских арабов. Однако Муфтию этого было недостаточно. Он старается найти для своих замыслов более мощный локомотив, который мог бы обеспечить создание Панарабской империи под его руководством при условии окончательного уничтожения «еврейской помехи» в кавычках. В 1930-е годы, когда в Европе набирал силу нацизм, Муфтий решил, что он наконец-то нашел необходимого союзника. Впервые Муфтий обратился к немецкому консулу в Иерусалиме в 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти. Вскоре после этого Хадж Амин-эль-Хусейни стал проводить параллели между пангерманским и панарабским национализмом. Эта аналогия нашла быстрый отклик у многих арабов. Германский мир, так же как и арабский, был в течение длительного времени раздроблен на множество соперничающих княжеств и общин, некоторые из которых находились под иноземным владычеством. Немецкая душа, в кавычках, была также истощена вековым кризисом самоидентификации, нашедшим выражение в вопросе «Was ist Deutsch? Что значит быть немцем?» Глубокое негодование и обида немцев на западные державы за расчленение в кавычках их империи в Версале задевали родственные струны в душах арабов. Кризис германской самоидентификации разрешился в итоге в форме эмфатического отрицательного определения. Немецкая означает не еврейская, не большевистская, не испорченная либеральным западом. Эту формулу нашли удачные и многие арабы, что с очевидностью подтверждается формированием в 30-е годы арабского национал-социалистического движения, состоявшего из множества партий и молодежных организаций. В арабском мире широко распространяется нацистская антисемитская литература, а Гитлер становится подлинным героем арабской улицы. Так, например, аннексия Австрии и Судетской области была восторженно встречена арабами, увидевшими в агрессивной политике нацистов демонстрацию мощи угнетенных. Будущий король Саудовской Аравии Халет в ночь капитуляции Чехословакии обедал с Гитлером и произнес тост в честь достославной победы немецкого оружия. Среди арабских деятелей, выражавших открытое сочувствие Гитлеру, были и Гамаль Абдель Насер, и основатели партии арабского социалистического возрождения, Баас, и некоторые основоположники исламского фундаментализма. Хасан Эль Банна, основатель фундаменталистского движения «Братья-мусульмане», следующим образом высказывался о преимуществах фашизма и нацизма. «В мире долго правили демократические системы и люди повсюду прославляли завоевание демократии. Но скоро они поняли, что их коллективная свобода не защищена от хаоса, вызываемого демократией, что их индивидуальная свобода не гарантирована от анархии. Поэтому на передний план выдвинулись германский нацизм и итальянский фашизм. Муссолини и Гитлер привели свои народы к единству, порядку, возрождению, могуществу и славе. В рекордно короткое время они водворили порядок в своих странах и заставили трепетать перед собой другие государства. Их режимы дают настоящую надежду и укрепляют идеи твердости, упорства и воссоединения в глазах разделенных людей». Конец цитаты. Один из первых баосистских лидеров с предельной откровенностью писал о настроениях, царивших тогда в арабском мире. «Мы были расистами, восхищались нацизмом, читали нацистские книги. Мы первыми задумались над переводом «Майн кампф». Любой, кто жил в это время в Дамаске, мог ощутить благорасположенность арабов к нацизму, ибо нацизм был силой, которая служила им примером». Конец цитаты. В Эрец Исраэль клан Муфтия основал палестинскую арабскую партию, лидер которой Джамаль Хусейни заявлял, что она построена по нацистской модели. Члены молодежного отделения этой партии в течение некоторого времени именовались нацистскими скаутами. Начало Второй мировой войны застало Муфтия в Ираке, где он устанавливал контакты с державами ОСИ и просил их поддержки для организации пронацистских восстаний в Ираке и Сирии. В этом ему оказывали помощь Саладдин Эль Битар и Мишель Афляк, основатели партии БААС. В 1941 году панорабисты, выступавшие в союзе с Муфтием, свергли хашемистскую династию, возведенную англичанами на Иракский престол. Новое пронацистское правительство объявило войну союзникам по антигитлеровской коалиции. В конце концов, Британия сумела вернуть на престол своего ставленника, но до возвращения британских войск в Багдаде были убиты 600 евреев. Из Багдада Муфтий направил свои стопы в Рим и Берлин, где предложил услуги арабского народа в войне в обмен на «принципиальное признание единства, независимости и суверенитета арабской фашистской нации на территории Ирака, Сирии, Палестины и Трансиордании». Конец цитаты. В октябре 1941 года в Берлине было опубликовано официальное коммунике нацистского правительства, в котором содержалось обещание оказать арабам помощь в уничтожении еврейского национального очага в Палестине. Муфтий вылетел в Берлин, где 28 ноября 1941 года он впервые лично встретился с Гитлером. Хадж Амин Эль-Хусейни выразил готовность оказать любое содействие Германии, в том числе сформировать арабский легион для участия в войне на стороне нацистов. Гитлер сказал Муфтию, что у них имеется общая цель уничтожения палестинского еврейства. После встречи с Гитлером Муфтий стал активно сотрудничать с нацистами. Он постоянно выступал по нацистскому радио, призывая мусульман к восстанию против государств, входивших в антигитлеровскую коалицию. Ему удалось организовать ряд диверсий и актов саботажа в арабских странах, а также завербовать там шпионов, для работы на германскую разведку. Вот, например, одно из радиовыступлений Хаджа Амина Эль-Хусейни, переданных в эфир в 1942 году. Оно свидетельствует о том, насколько интересы гитлеровской Германии совпадали тогда с устремлениями арабов. «Если не приведи Бог, Англия победит в войне, то евреи будут властвовать над миром. Англия и ее союзники лишат арабов свободы и независимости, они поразят арабское отечество в самое сердце и растерзают его на части, чтобы создать еврейское государство, амбиции которого не ограничатся Палестиной, но распространятся и на другие арабские страны. Если же Англия проиграет войну и ее союзники будут разгромлены, то еврейский вопрос, который представляет для нас величайшую опасность, будет решен окончательно». Конец цитаты. Муфтии вербовал мусульман Советского Союза и Балкан в арабские подразделения германской армии, которую организовывал в Берлине другой палестинец Фаузи Каукджи. В ходе своей поездки по Югославии муфтий завербовал 6000 мусульманских рекрутов в горно-стрелковое подразделение ВАФН-СС, которое затем принимало участие в уничтожении балканских евреев. «Убивайте евреев везде, где только это встретите», говорил муфтий мусульманам. «Этого хочет Бог, этого хочет история, этого хочет наша религия». Обосновавшись в 42-44 году в Берлине, муфтий старался помешать бегству евреев из Венгрии, Румынии, Болгарии и Хорватии. Эти страны, находившиеся в союзе с нацистами, были готовы выпустить евреев со своей территории в Палестину или в любое иное место. Хадж Амин Эль-Хусейни протестовал в связи с тем, что нацисты не выделили достаточных средств для того, чтобы воспрепятствовать бегству евреев с Балкан. Нацистский чиновник Вильгель Мельхерс дал следующие показания по этому поводу в ходе процесса 6 августа 1947 года. Муфтий заявлял протесты повсюду в Министерстве иностранных дел, в рейс-канцелярии, в различных штабах СС. Конец цитаты. Его протесты имели целью заставить нацистов как можно более эффективно препятствовать исходу еврейских беженцев из Европы. Например, 13 мая 1943 года Муфтий направил министру иностранных дел Германии Риббентропу личное послание, в котором он протестовал против плана, предусматривавшего эмиграцию 4000 еврейских детей из Болгарии. Но Муфтию было мало и этого. Поставленная им цель была более середезна, чем просто помешать спасению отдельных групп еврейских беженцев. Он хотел, как заметил Мельхерс на Нюрнбергском процессе, чтобы все евреи были ликвидированы. Дитер Вислицени, заместитель Адольфа Эйхмана, утверждал, что Хадж Амин Эль-Хусейни сыграл определенную роль в принятии решения об уничтожении европейских евреев. Важность этой роли нельзя не учитывать. Муфтий неоднократно предлагал тем лицам, с которыми он состоял в связи и в первую очередь Гитлеру, Риббентропу и Гиммлеру уничтожить евреев Европы. Он считал это хорошим решением палестинской проблемы. Конец цитаты. Веслицени свидетельствовал о прямом участии Муфтия в подготовке планов гитлеровского геноцида. Цитата. Муфтий был одним из инициаторов систематического истребления европейских евреев, соратником и советчиком Эйхмана и Гиммлера при осуществлении этого плана. Будучи одним из ближайших друзей Эйхмана, он постоянно побуждал его ускорить уничтожение евреев. Я своими ушами слышал его рассказ о том, как в сопровождении Эйхмана он посетил инкогнито газовые камеры Освенцима. Конец цитаты.